Диана Станкевич Ушли в Ютьюб. Спасатель напоминает детям технику безопасности. На каждом стаканчике совет от МЧС. Как еще привлекают внимание. Политическая гонка. Районные комиссии выбрали секретарей, заместителей и председателей. Будут работать в разных помещениях. Кто в списке? А также ЦТ перенесли, инвестиции в недвижимость и майское дежавю. Синоптики заверили, что лето придет раньше срока. Когда? В Беларуси 12 057 человек выздоровели от коронавируса. Лаборанты провели 403 236 тестов. Тем временем министр здравоохранения Владимир Караник заявил, в будущем COVID-19 может стать в ряд с обычной простудой. Останется небольшой процент осложнений. Летальность устремится к нулю. А в Минске и Витебске снижается число пациентов с пневмонией и коронавирусом. Красный Крест помогает медикам бороться с инфекцией. На благотворительный счет организации уже зачислено 733 тысячи долларов. Еще 2 миллиона 354 тысячи евро собрал Минздрав. За эти деньги покупают средства защиты и необходимое оборудование. Буря в стакане воды. На Бобруйской станции медпомощи врачи безосновательно возмутились размером выплат за работу в условиях пандемии. Руководство города и представители облздрава отреагировали моментально. Мария Бересневич узнала, чем все закончилось. Мы не верим в это. Вы обманываете людей еще. Давайте еще раз. Подстанция скорой медицинской помощи. Бобруйск начало первого дня. Фельдшеры, врачи, водители что-то возмущенно обсуждают прямо на парковке. Недопонимание возникло после того, как сотрудники скорой медицинской помощи в расчетных листах не увидели сумму, которая прописана в 131 указе президента. Люди недовольны. Мы все рискуем жизнями, своим здоровьем, выходя на работу и находясь сутки в тесном коллективе. Среди наших работников на данный момент имеются ковид-подтвержденные случаи. Очень много отрицательных результатов. И людей ведут пневмонии. И выявляется пневмония. По моему мнению, ну может быть я не эксперт, но сейчас правильно расценивать, что любую пневмонию – это как ковидная пневмония. Яблоком раздора стала неправильная трактовка указа. Многие рассчитывали на доплату 1-3 тысячи рублей. Хотя в документе черным по белому сказано – оплата посменная. Надбавки же положены лишь тем, кто работал с опасными инфекциями ковидными пациентами или контактами первого уровня, подтвержденными, уточняется в разъяснениях Минздрава. В указе прописаны конкретные суммы, но приходило очень много разъяснений. Министерство здравоохранения, где были даны разъяснения, что в зависимости от отработанных смен, согласно табеле работы, выплачивались вот эти надбавки. На возмущение персонала, в котором, к слову сказать, немалая часть водителей, мигом отреагировали власти. Запланированная встреча председателя горисполкома Александра Студнева и медработников прошла в центральной больнице. Пообщаться с теми, кто сейчас на передовой, приехал и глава облздрава Александр Старовойтов. Указ разложили по полочкам. Кому и сколько. Медработники охладили пыл. Во всей республике, да и в Могилевской области существует методика того, что кому бы ты не оказывал медицинскую помощь, ты должен быть готов к столкновению с коронавирусной инфекцией, соответственно, применять средства индивидуальной защиты и оградить себя от заражения. Видео со смартфонов недовольных сотрудников подстанции тотчас разлетелись по соцсетям. Инцидент в Бобруйске попал в заголовки СМИ. Некоторые издания поспешили написать лишь про тех медработников, кто возмутился. За кадром остались довольные размером надбавок. Особенно ретивые акулы пера и вовсе запестрили псевдосенсациями. Копья полетели в сторону коллег из белтелерадиокомпании. Мол, медики возмутились съемками сюжета. На деле корреспонденты честно выполняли журналистский долг. Приехали объективно осветить инфоповод. 36 часов, как положено, оплатили. Сколько работало, столько и оплатили часов. Доплаты были произведены всем сотрудникам скорой помощи, которые оказывали медицинскую помощь пациентам с подтвержденным COVID-19 или пациентам, которые оказывали медицинскую помощь контактам первого уровня. Надбавки при разовом контакте с зараженным пациентом начисляются по сменам. В один голос твердят специалисты. Максимальное поощрение положено лишь тем, кто сражается с коварной болезнью непосредственно на передовой. По этому поводу сегодня высказался и глава Минздрава Владимир Караник. Те, кто действительно 10 дежурств постоянно занимался оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, то, кто на одном дежурстве осуществил перевозку этого пациента, по-моему, несправедливо о том, что они получат абсолютно одинаковые доплаты. Здесь мы выполняем принцип социальной справедливости и жесткого следования указа президента. То есть все, кто контактировал с этими пациентами, получат доплату. Минимально это смена. Максимально это за полный месяц работы. На борьбу с заразой и поддержку медикам брошен и без того колоссальный ресурс. Персонал поддерживают и словом, и делом. Это при том, что статьи городского бюджета на остальные сферы никто не отменял. Казна не резиновая. К слову, за апрель 2020-го на выплату надбавок сотрудникам скорой медицинской помощи выплачено чуть более 37 тысяч рублей. Ситуации бывают всякие. Такова жизнь. Важно помнить. Всегда можно найти выход. А если происходит недопонимание на уровне организации, стоит помнить, с вопросами и проблемами всегда можно обратиться и в Бобруйскую центральную больницу, и Бобруйский горисполком. Без ответа не останется ни одно обращение. Мария Бересневич, Николай Силков, Владимир Гребеневич, Максим Галеон, Кабаб, Бруйск, 360. ЦТ перенесли. В Минобразовании назвали новые даты испытаний. Тестирование по белорусскому теперь пройдет 25 июня. По русскому – 26 и 27 числа. Список изменений сейчас на экране. В Ригде отметили. Если абитуриент уже получил пропуск, менять его не придется. Тем временем продолжается онлайн-регистрация участников. Заявление принимают до 1 июня. Во время экзаменов в классах и аудиториях будут соблюдать меры профилактики. Подписи за кандидатов, инвестиции в недвижимость и деньги на образование. Всеверный банк выделяет в Беларуси 100 миллионов евро. Далее – обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Началась кампания по сбору подписей за кандидатов в президенты. Претендента на главный пост должны поддержать минимум 100 тысяч человек. Во время работы член инициативной группы должен держать при себе удостоверение Центра избиркома – документ, подтверждающий личность. Избиратель может поручиться за несколько человек. В бланке надо указать полное имя, фамилию, отчество, расписаться в таблице, поставить дату. Собирать подписи за кандидатов будут по 19 июня. За три месяца строительная отрасль получила почти 54% всех инвестиций. Немного больше, чем за такой же период 2019-го. Активно вкладывают в жилую недвижимость. В этом году для новоселов возведут 4 миллиона квадратных метров – четверть за бюджетные деньги. Белорусам разрешат открывать депозиты в иностранных банках. Депутаты приняли соответствующий документ во втором чтении. Новая норма заработает через год. Школьники, которые подхватили коронавирус или считаются контактом первого уровня, освобождаются от выпускных экзаменов, заявили в Минобразовании. Учебный год завершится 30 мая. Расписание испытаний также не изменится. Всемирный банк выделяет в Беларуси 100 миллионов евро. За эти деньги модернизируют систему высшего образования. Обновят оборудование в лабораториях. В некоторых университетах проведут капремонт и реконструкцию корпусов. Папа Римский назначил нового депредставителя в Беларуси, сообщает пресс-служба Ватикана. Апостольским нунцем синеокой стал Антой Йозич. Ранее он работал в Индии, России и Филиппинах в Код-де-Вуаре. Политическая эстафета. В Бобруйске обсудили организацию выборов президента Беларуси. Районные комиссии определили секретарей, заместителей и председателей. Первомайскую возглавила Наталья Засимкова, Ленинскую – Николай Плаксицкий. Каждое наше заседание будет проходить, естественно, при наличии у каждого члена комиссии маски, перчаток, для того, чтобы мы соблюдали тот режим, который необходимо сегодня соблюдать. Когда будет проводиться, скажем, проверка подписных листов, то, естественно, что группы будут находиться не в одном помещении, а будут работать в разных помещениях. Ранее Центр избирком одобрил 15 кандидатов. Выборы пройдут 9 августа. Будет возможность проголосовать досрочно. Участки, как сообщается, заработают на 5 дней раньше. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Шалость удалась. В Беларуси проходит акция «Не оставляйте детей одних». Спасатели напоминают технику безопасности, пробуют современные форматы. Мультики, игры и наклейки. Анастасия Шевцова узнала, как привлекают внимание мальчиков и девочек. Бобруйские спасатели проводят онлайн-уроки безопасности. Сотрудники МЧС рассказывают детям, как вести себя дома и на улице. Напоминают, что делать во время пожара, грозы или сильного ветра. Если загорелся электроприбор, его нужно обесточить, а потом уже накрыть тканью или потушить водой. Эти ролики рассылают по школам города. Видео также доступно на YouTube-канале «Тушилкин из Бобруйска». Для многодетных же семей огнеборцы подготовили безопасные письма. Родителям – буклеты, детям – познавательные мини-игры. Яркие конверты раскидывают по почтовым ящикам. Наклейками с полезными советами пестрит и посуда в общепите. Машка, пожалуйста. Спасибо. На каждом стаканчике совет от МЧС. К примеру, мне напомнили включать электроприборы, уходя из дома. Учитывая сегодняшнюю обстановку, конечно, мы не можем делать каких-то концертов, больших масштабных мероприятий, поэтому стараемся использовать любую бесконтактную форму. На одной волне. 6 мая на «Зефир-ФМ» прозвучала премьера. Шоу «Спасателей с огоньком» радует слушателей каждый четверг. На этом шоу вы узнаете самые безопасные советы, всегда будете знать актуальные проблемы, которые происходят в нашем городе и как с ними бороться. Оригинальный подход бобруйских спасателей к мерам профилактики приносит плоды. В 2019-м дети устроили пять пожаров. В этом году пока зарегистрировали два. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Старость в радость. В Центре соцобслуживания Ленинского района запустили онлайн занятия для пожилых. Рисование, компьютерная азбука и задания для профилактики деменции. С пенсионерами связываются по скайпу или через зум. Проводят групповые и индивидуальные уроки. Удобнее, конечно, если есть дома ноутбук, планшет или компьютер. Интернет, в принципе. Все остальное я могу объяснить по телефону, дать консультацию. Они мне присылают потом фото по Вайберу. Я их сохраняю к себе на компьютер. Смотрю, консультируемся потом, исправляем ошибки. После пандемии специалисты Центра предлагают встретиться лично. Они помогут поддержать физическую форму, развить творческие способности и найти новых друзей. Дождь с стеной. Днем в Бобруйске к изумлению многих горожан повалил град. Воздух прогрелся лишь до 11 с плюсом. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Арианс. Что не день, то дождь и ветер. В городе на Березине задержалась осенняя погода. И это за 10 дней до лета. Лаки, утюжки и фены уже месяц пылятся на полке. Метеорологи в очередной раз объявили оранжевое предупреждение. Ветер разгоняется до 20 метров в секунду. Дойти из пункта А в пункт Б с чем-то приличным на голове просто невозможно. Китай из-за решетила. В стране воплград. Из-за причудливой формы льда местные жители актили его коронавирусным. В Индии и Бангладеш бушует тайфун Амфан. Эвакуировали 4 миллиона человек. Больше 40 погибших. Тысячи домов, мостов и набережных разрушены. Основной удар стихии принял на себя один из густонаселенных индийских штатов. Синоптики порадовали прогнозом. Майя ставит подарок на прощание. Конец месяца в Бобруйске обещает быть сухим и теплым. Пока же будет пасмурно, дождь и ветер. Местами даже снег. Завтра ночью от 3 до 5, тепло днем 10 с плюсом. Бобруйск 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok